По данным Федеральной службы по труду и занятости, от 60 до 80% вакансий на рынке труда составляют рабочие профессии. Самой большой группой востребованных профессий остаются рабочие специальности в сфере промышленного производства в различных отраслях. Дефицит квалифицированных рабочих кадров особенно остро проявляется в последние десятилетия. 4 декабря 2014 года в послании Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сосредоточиться на качестве подготовки кадров и повышении престижа рабочих профессий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с Министерством образования и науки утвердило список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Почти треть профессий, указанных в ТОП-50, успешно реализуются в Краевом политехническом колледже. Эти профессии затрагивают весь цикл промышленного производства, от автомехаников и сварщиков до специалистов по информационным системам. История становления профессионального образования на юге Пермского края началась в 1947 году, когда в селе Бигбардак уединского района была открыта школа механизации. Со временем школа механизации прошла путь до Чернушинского механико-технологического техникума. С начала основания школы были организованы курсы шоферов, бригадиров тракторных бригад, трактористов гусеничных тракторов и комбайнеров. Позднее, в 50-е и 60-е годы, шло активное строительство новых корпусов, мастерских. Благоустраивалась территория училища. Значительно увеличилось количество техники и оборудования. В эти годы было положено начало вечернему сменному обучению без отрыва от производства. При училище действовали 5 филиалов на базе крупных колхозов и совхозов. В начале 80-х началась подготовка специалистов со средним общим образованием. В 1994 году СПТУ-66 получает статус лицея и новое наименование агролицей. С 2003 года профессиональный лицей-66. Новый статус Чернушинский механико-технологический техникум получил в 2009 году, когда стал многоуровневым учреждением, реализующим программы начального и среднего профессионального образования. За период с 1947 по 2011 год учебное заведение подготовило более 40 тысяч специалистов, более 50 его выпускников, награждены высокими правительственными наградами. История городского профессионального училища номер 62 неразрывно связана с развитием нефтяной промышленности на юге Пермской области. В 1967 году открыто городское профессионально-техническое училище ГПТУ-62, ориентированное на подготовку кадров для нефтяной отрасли Прикамья. Училище готовило операторов по добыче нефти и газа, помощников бурильщика, электромонтеров по обслуживанию буровых, штукатуров-маляров, портных, вышкомонтажников, слесарей по ремонту буровых. После преобразования в среднее профессионально-техническое училище началась подготовка специалистов с получением общего среднего образования. В 2000 году учреждение переименовано в Чернушинский государственный политехнический колледж. За 45 лет подготовлено более 12 тысяч специалистов для различных отраслей экономики Пермского края. Краевой политехнический колледж появился в образовательном пространстве Пермского края в 2012 году. Объединившись юридически, два учебных заведения и четыре филиала в Уинском, Бордымском, Куединском и Октябрьском районах объединили материальные ресурсы для дальнейшего эффективного развития и укрепили лучшие традиции подготовки рабочих кадров. Директором объединенного учебного заведения был назначен Азанов Михаил Васильевич. Наше учебное учреждение уникально тем, что в нем имеются практически все специальности, обеспечивающие экономику Юга Пермского края. Это и нефтяное направление, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, сфера услуг. Мы лидеры в дополнительных образовательных услугах. Колледж предлагает более 100 программ переподготовки и повышения квалификации. Мы устойчиво занимаем одну из первых позиций в рейтинге образовательных учреждений среднего официального образования Пермского края. Этому способствуют инновационные проекты, участие педагогов и студентов в конкурсах профмастерства, в олимпиадах, конференциях. Развитие нашего колледжа неразрывно связано с развитием экономики Пермского края. В настоящее время колледж представляет собой современное учебное заведение, в котором обучается более 2000 студентов по наиболее востребованным профессиями-специальностям среднего профессионального образования. Ежегодный выпуск составляет 600 специалистов, уровень подготовки которых соответствует требованиям рынка труда. По программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ежегодно в многофункциональном центре прикладных квалификаций обучаются свыше 2000 человек. На сегодняшний день колледж располагает всей необходимой учебно-лабораторной базы. 10 учебных зданий, в них 86 аудиторий, 37 лабораторий, 12 цехов, 16 мастерских, 18 гаражей и боксов. Все они оснащены необходимым оборудованием, наглядными пособиями и тренажерами. В наличии 12 компьютерных кабинетов, оснащенных современными программными продуктами. Имеется 6 библиотек с книжным фондом более 60 тысяч экземпляров, 4 столовых, 3 актовых зала, 5 спортивных залов, 2 стадиона. В колледже работают 106 преподавателей и 27 мастеров производственного обучения. Первую высшую квалификационные категории имеют 78 педагогов. 17 человек награждены отраслевыми наградами. 8 педагогов имеют звание почетный работник начального и среднего профессионального образования. В коллективе трудятся педагоги, награжденные знаками отличник профтехобразования, отличник физкультуры и спорта Российской Федерации. В педагогическом коллективе два кандидата наук. На смену опытным преподавателям приходят перспективные молодые кадры. В колледже отработана система наставничества, благодаря которой молодые педагоги успешно адаптируются в образовательной среде. В настоящее время педагогический коллектив предлагает значительные усилия по внедрению в образовательный процесс инновационных технологий. Среди приоритетных направлений работы колледжа – развитие социального партнерства. В числе надежных партнеров – ведущие предприятия города Чернушка и Пермского края. Самые востребованные специальности в колледже связаны с нефтяной отраслью. Именно поэтому генеральным партнером для выстраивания нового механизма социального партнерства стала компания «Лукойл Пель». 18 февраля 2014 года было подписано трехстороннее соглашение между Министерством образования и науки Пермского края, Обществом «Лукойл Пельм» и Краевым политехническим колледжем. Соглашение стало отправной точкой для разворачивания полноценной и результативной работы. Проведена полная реконструкция главного учебного корпуса. Колледж приобрел совершенно новый облик. Обозначились свои фирменные цвета, логотип, флаг. Началось формирование, говоря современным языком, узнаваемого бренда. Но главным достижением, безусловно, является строительство и оснащение Центра практического обучения и повышения квалификации, комплекса, в который входит учебный полигон, кабинет подготовки операторов подобычи нефти и газа, лаборатория химического анализа и демонстрационный зал. Основным условием целенаправленного развития является участие в федеральных и краевых проектах, направленных на развитие профессионального образования. 2013 год. Региональный проект создания многофункциональных центров прикладных квалификаций. 2014 год. Федеральный проект подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального обучения. И региональный проект рабочие кадры под ключ. Статус федеральной инновационной площадки и широкое распространение информации о реализации дуальной модели обучения привел к повышению уровня инвестиционной привлекательности учебного заведения как точки роста в Пермском крае. В 2015 году Пермский край стал ассоциированным членом Союза WorldSkills Russia. С этого же года Краевой политехнический колледж присоединился к движению WorldSkills. Мы гордимся студентами, победителями региональных чемпионатов. Это Алекс Галимзянов, Никита Шергин, Павел Накаряков, Антон Щербун, Артем Жикин, Руслан Безматерных, Вячеслав Погудин и Екатерина Шахматова. 2016 год отмечен введением новых профессий и специальностей, входящих в топ-50 наиболее востребованных и перспективных направлений подготовки. Все вышеназванные проекты – это своего рода ступени целенаправленного развития и показатель того, что колледж находится на пике инноваций регионального и федерального уровней. Работа с талантливыми и мотивированной на успех студентами рассматривается в колледже как одно из приоритетных направлений развития. Созданы благоприятные условия для личностного и профессионального формирования студентов. Педагоги колледжа способствуют развитию правовой и коммуникативной культуры. Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся осуществляется и благодаря конкурсам профессионального мастерства, участию в чемпионатах, деятельности студенческих конструкторских бюро. С каждым годом все большее количество обучающихся колледжа вовлекается в социально значимую волонтерскую деятельность. Студенты колледжа активно вовлечены в общественную жизнь города и районов, входят в состав молодежных объединений. Студенты колледжа – наше достояние. Научить молодых людей не просто жить, а жить достойно – результат, к которому мы стремимся.